Итак, мы говорили, что ортоденциальные евреи и евреи, которых мы встречали в Танахе, они ни разу нету, чтобы они праздновали свой день рождения. Интересно, что в Танахе упоминается лишь один день рождения, день рождения фараона, который не был евреем – Берешит, то есть Бытие 40-20. Зато есть такое понятие, да, о смерти, годовщина смерти. Годовщина смерти называется Йорцайт. Йорцат или Йорцайт – это очень важная дата. Ближайший родственники зажигают свечу, которая должна гореть 24 часа. В синагоге читается кадиш, и такое внимание уделяется дню поминовению, потому что после смерти, только видно, прожил ли человек достойной жизни. В момент же рождения мы ничего не знаем о нем. Комментируя отрывок из Кагелета «День смерти – лучший дня рождения» – это Кагелет 7.1, Арабий Леви объясняет. Это можно сравнить с двумя кораблями, плывущими по океану. Один вышел из бухты, а другой в нее ходит. «И все празднуют отплытие, но только несколько человек радуются кораблю, который прибыл в порт. Мудрец, увидев это, сказал, это просто смешно. Ведь не стоит радоваться отплытию корабля, ибо кто знает, что с ним случится, какая погода будет в море, какие ветры ждут его. Лучше радоваться прибывшему судну, ибо оно успешно добралось домой». То есть, еще наша смерть, можно сказать, с тем, что мы успешно добрались домой. Настоящий дом у нас там, где мы будем после смерти. Здесь есть временное жилище, потому что мы странники на этой земле. И даже наше тело – это тоже временное жилище. Хижина, правда? Хижина. Хижина, сука, вот, когда мы будем праздновать сукот, мы будем говорить о нашем теле, как о хижине. О хижине, суке. Со смертью мужа или жены вы теряете настоящее. Со смертью родителя – прошлое. Со смертью ребенка вы теряете будущее. Поэтому особенно тяжела, да, смерть детей. Особенно тяжела смерть детей. Тем более, если, видите, человек пожилой, в возрасте он уже выполнил Божье предназначение, да, то ребенок не выполнил Божье предназначение. И эта смерть очень мучительна для родителей. И, естественно, это то, что какая-то причина не дала ему возможность прожить так, как Бог хотел. Но я вам скажу, что все-таки ранняя смерть детей иногда бывает и нужна. Помните, Изавель, мы уже говорили об этом, да? Было семейство Изавели, да, внучка, по-моему, ее, или внук-внук, внук, по-моему, Изавели, который умер в молодом возрасте. Мать пошла к пророку, чтобы он помолился за исцеление этого ребенка, когда он еще не умер. И пророк, когда начал молиться Богу, Бог ему ответил, что этот ребенок умер. Почему? Потому что в нем нашлось нечто хорошее. То есть ребенку было 4 или 6 лет. Вы представляете? И он умер, так Бог говорит, потому что нашлось в нем нечто хорошее. То есть он был избавлен, избавлен от этого ужасного семейства. Если бы он вырос в этом семействе, что с ним было бы? Правда? Стал бы и дал поклонникам. И потом бы они бы все погибли. Вы помните, погибли они все в мучительной смерти в результате государственного переворота. Когда Ахав умер, и один из его генералов захватил столицу и выбросили из окна царица Изавель и перебили всю семью. То есть иногда Бог позволяет нам умереть из каких-то своих соображений. И мы не всегда знаем, что было бы и что бы выросло потом. Помните, был такой царь Езекия, да? И вот Хисхиягу или Езекия однажды очень тяжело заболел. Тяжело он заболел. По всей видимости, это было какое-то гнойное заболевание с заражением крови, да? Потому что потом приложились моквы, то есть ипертонический раствор глюкозы, сахара, и вышел этот гной. Но если бы царь не выпросил это из себя жизни, да? Не родился бы его наследник. Как его звали? Менаши, да? Помните? Менаши в возрасте 13 лет был захвачен и был как заложником в Вавилонии. И когда умер, да, когда умер царь Езекияга, ему было 13 лет. То есть, смотрите, а должен был умереть этот царь, когда? На 15 лет раньше. Было бы это милостью, может быть, для семьи, да? И для Израиля, и для самого Менаши. Правда? Но мы иногда Богу выкручиваем руки, и иногда Бог, так же, как вот нашим некоторым пророкам было, вот, даже вот Вильям, да, выкручивал руки Богу. Ну, говорит, ну, хорошо, хочешь, иди, ну, иди, иди, иди. Понимаете? Так иногда тоже Бог отвечает. И это не есть проявление милости Божьей. Это когда Бог просто оставляет нас, да? Потому что мы просим не всегда по Божьей воле. Я еще раз говорю, конечно, смерть ребенка – это тяжелое горе, но мы не знаем. Мы не знаем Божьей воли, да? Может быть, говорят, некоторые люди потом отошли бы от Бога, поэтому говорят, вот, покаялся и умер. И мы не знаем, почему же так произошло. Бог милостив, да? Есть разные, много вариантов вот таких, знаете, вот тоже это по-еврейски, и в этом есть тоже научное подтверждение, что когда мы осуществляем какое-то определенное право выбора, да, как бы образуются две вселенные вероятностные. И в одной вселенной мы можем жить, а в другой вселенной мы можем не жить. Вот, может быть, есть какая-то вселенная, где я пять лет назад умер, да? Понимаете? Я не говорю, что это факт, но это вероятность. Вот, есть какая-то, может быть, вселенная, где произошла ядерная война, да? Есть какая-то вселенная, где не произошел переворот 1991 года, и до сих пор здесь коммунизм. Есть какая-то вселенная, где, может быть, не умер Андропов. Мы бы тогда тоже здесь не сидели. А сидели бы мы там, ребятки. Не жиритесь, хлопцы, что-то с нами будет. Мы поедем на Камчатку, там и Бог там будет. Вы знаете, как Андропов преследовал верующих? Да. То есть мы не знаем, да, своего выбора. Но Бог знает, и Он Бог все предусмотрел. Поэтому Он знает будущее, да? Но когда мы начинаем руку выкручивать Богу, так сказать, то создается другая вселенная, не самая лучшая. Да, вот из всех возможных, поверьте мне, из всех возможных мы живем самым лучшим. Почему? Потому что Бог милостив. Бог милостив. Из всех возможных правительств мы имеем самое лучшее правительство. Понимаете? Из всех возможных финансовых положений мы имеем самое лучшее финансовое положение. Некоторые недовольны своим финансовым положением. Но оно самое лучшее для нас. Потому что, не дай Бог, мы разбогатеем, да? Будут у нас большие проблемы. Вы поняли? Что Бог для нас выбирает всегда самое лучшее. И если люди некоторые получают откровение от Бога и прекращают молиться. Не всегда следует молиться за воскресение людей, да? Вот, не надо, да. Мы иногда просто держим человека на этой земле и не даем ему уйти. И это мучительно и для этого человека, и для Бога. Мы будем потом говорить о том, как поступали в таком случае еврейские мудрецы. То есть, видите, смерть ребенка – это страшно. Но иногда, вот, это тоже Божья воля. И оно может создать, что-то меняет в нас, да? Только мы должны это принимать, опять-таки, как Божий урок. Ни в коем случае не с горечью в сердце, да? Не с волей в сердце. Мы должны научиться быть милостивыми, так как Бог оказывает милость нам. Мы должны научиться прощать, так как Бог прощает нам. 2 Шмуэля 12.23. Давид говорил о смерти новорожденного сына. Я иду к нему. Он ко мне не возвратится. То есть, есть много свидетельств, да, что дети, вот, не так, как вы думаете, что ребенок, если умер, да, он остался таким же младенцем ребенком. Я не знаю, каким он будет в вечности. Вообще нам трудно даже сказать, какие у нас тела будут в вечности. Знаете, может кто-то измерет 20-летнее тело, может кто-то и 50-летнее тело. Оно не будет просто знать болезни, да? Но мы видим, что некоторых встречают, да, и видят, что это старец, да, старец. Предстает старцем Илья, да, предстает старцем Моисей, когда они встречаются с Ешуа. А почему же не смог себе Илья или Моисей сделать 20-летнее тело? А потому что у меня еще не шоке в Москве. Но вы не говорите, все привыклищи. Понимаете, я говорю, что если старость, это тоже хорошо, да. Секса там, правда, не будет. Об этом Ешуа уже точно сказал. Поэтому те, кто всю свою жизнь посвятил сексу, тем будет там довольно трудновато, да. Хорошо. Да. То есть в иудаизме взгляд на скорбь совершенно отличается. И если... Ну, есть, конечно, молитвы, которые говорят, я вот дал сдакую, и за это пусть Бог там поможет моему отцу или матери, но это не библейские молитвы. Мы будем говорить о кадишах, о поминальных молитвах. Они представляют собой не утешение для человека, не повествование о том, каким был умерший, да. Оно просто песня, прославляющая славу и величие Бога, да. И прославляя славу и величие Бога, мы понимаем, что наше горе, да, по сравнению с Господом, по сравнению с тем, что Он для нас предназначил, это совсем даже не горе и плач, обратиться в радость, да. И будут всем выданы вместо одежды и скорби, радостные одежды. Будет нечто новое. Но в культуре языческой смерть представляет собой нечто страшное, да. А у атеистов смерть – это вообще исчезновение. Ну, может быть, для атеистов так было бы лучше. Знаете, такая была интересная личность, Маркиз де Сад. Да, ну, вот он сделал такое вот течение, которое, как мы называем, садизм, да. Пока он был молодой, он экспериментировал на своей служанке. Доэкспериментировался до того, что та написала письмо королю, было следствие, его посадили в тюрьму. Там просидел 15 лет в Бустилии и продолжал писать свои вещи, но это уже были из области его личных фантазий. Затем произошла революция, тюрьму развалили, все заключенные разбежались, да. Потом пришел к власти Наполеон, и чтобы Наполеону угодить, он написал, посвятил, посвятил ему один из своих садистских романов. Когда Наполеон прочитал, он его опять посадил в тюрьму, где он просидел еще 15 лет. И вышел уже после того, что Наполеон уже был снят в ласти. Вот такая история этого человека. И он писал так, я хочу найти утешение в мысли о том, что после смерти ничего нет, поэтому там ничего нет. Понимаете, я хочу, чтобы там ничего не было, поэтому там ничего нет. Я хочу найти утешение в смысле мысли о том, что после смерти ничего нет, поэтому там ничего нет. Вот представьте себе, если нет воздаяния за добро и зло, если нет Бога, если человек умирает и исчезает, и все, что есть, это только то, что он берет в этой жизни. Представьте себе, если бы все так мыслили, это было бы самое страшное общество, да? Да? Коммунизм это доказал, миллионы превратил в гной-перегной почвы для будущих. Если вы хотите идеологию коммунизма прочесть, был очень хороший такой роман Достоевского «Бесы», да? И делает этот роман вывод, что если Бога нету, то что? Все позволено, да? Если нет воздаяния за добро и зло, то все позволено. Это очень страшное понимание. Но, к счастью, человек не может представить себе своей смерти, да? Смерти нет. И действительно, смерти, как такого, как исчезновение, не существует. Смерть – это переход человека в другое качество. Какое, мы еще не знаем. Мы можем об этом только судить. Но смерть неизбежна для всех. Человеку, который сказал Сократу, 30 судей приговорили себя к смерти, тот ответил, а природа приговорила их всех. Помните, Сократ был такой мудрец, да? Который настолько достал жителей Афины, что все ждали, терпели и терпели его, и все-таки приказали ему покончить жизнь самоубийством. И он тогда сказал, что приговорила их всех. Только полный дурак расстраивается, что не жил тысячу лет назад. Так же глупо плакать, что не будешь жить еще тысячу лет. Так писал Сенека, который жил с 4-го года до нашей эры, по 65-й год нашей эры. То, что кончается, что искончается смертью, звучит грустно. Но какой еще в жизни может быть конец? И еще после партии и король, и пешка отправляются в одну и ту же коробку. Что означает шахматы? Шахмат. Король умер. Это по-еврейски. Шах это по-вилански, персидски. Царь мат умер. Мавет. Смерть. Мат умер. Мот умирает. И сейчас умирает. То есть смерть. И мы знаем, что все умирают. Есть ангел смерти. Мелахата мавет. Или мелхата мовис. На идишском. Ангел смерти. И ангел смерти, он как вы думаете, кому служит? Дьяволу или Богу? Богу. Даже смерть, она служит Богу. И когда-нибудь и ад, и смерть будут осуждены. Безусловно. Но дьявол это тоже палка в руках Бога. И все находится под контролем Бога. И хотя каждому из нас есть предназначение, но жизнь наша не определена в том смысле, что мы не знаем, что мы сделаем в следующий момент. Хотя все знает Бог. Хорошо. Мистер Голдин. Со временем создания жизни жили миллиарды людей. И ни у кого из них жизнь не закончилась счастлива. Сколько вообще людей сейчас вот на земле? Где-то около 5 миллиардов. Да, 5 или 6 миллиардов. Но если подсчитать, сколько количество родилось со времен Адама. Ну, еврейская традиция считает сколько тысяч лет? 5, да, 5 с небольшим. Скоро уже 6 тысяч будет. Вы понимаете, что нет ни одного исторического события, которое выходило бы за эти рамки. Если где-то говорят, что миллионы лет, то это типа сказочки такое. Было, жили-были, когда-то, очень давно, да? И не в нашем районе. Мы не знаем про те миллионы лет. Так вот, если население все с Адама начинать, то где-то 55 миллиардов человек. То есть сейчас живет менее одной десятой части. 90 процентов, да, уже находятся там. И мы знаем, что по Библии, что мертвых не существует. Потому что у Бога что? Все живы. Совершенно верно. Вот. Еще одно свидетельство, видите, такое интересное. Что когда Иов болел, да, значит, там он лишился определенного количества имущества. Столько-то коз, коров и так далее. А также у него были дети, да. Вот. И, значит, когда дети умерли, да, Бог потом восстанавливал все Иову, да. И все восстановил вдвое. А детей у него родилось еще столько же, не вдвое больше, да. Потому что фактически у него все равно детей оказалось вдвое, да. Вот. А, видите, были у него там сыновья, дочка Керен и Пух. Оказывается, думал, какое же это название? Керен – это луч, да? Луч. Шкерен, да, луч и рог. А Пух, Пух, оказывается, я только потом нашел, уже так искал. Иоврития, в современном иовритии – это вот этот карандаш для подкрашивания век. То есть ее глаза лучились. Да, у нее были лучистые веки, лучистые глаза. Вот. Красивое такое название, да. И жену ему тоже Бог вторую не дал. Знаете, почему? Да? Вот. Одна его доставала. А две жены – это уже не награда, а наказание. Поэтому второй жены тоже не дал Бог. Вот. А детей еще столько же. То есть получилось в два раза больше. И когда мы говорили, помните, о эвтаназии, активной, пассивной, но если еще часто верующие заставляют своей молитвой, да, вы знаете, что молитва имеет определенную силу, да, молиться, чтобы человек не умер. Молится сутками, и человек живет, да, в таком состоянии, я даже не знаю, вот как дух человека, где и душа находится, когда человек в таком состоянии, коматозном, да, он и в рай не может пойти, и на этой земле толком. Не может и делать. Ну вот, когда умирал раб Иегуда, раввины объявили общественный пост и молились, чтобы Бог был милосерден к нему и пощадил его. Служанка раби Иегуды вышла на крышу его дома и присесла такую мангету. Ангелы в небесах хотят, чтобы раб Иегуда присоединился к ним, а смертные хотят, чтобы он остался на земле. Пусть по воле Бога смертные переселят ангелов. Однако, когда она увидела, как сильно страдает раби, то начала молиться во второй раз и сказала, пусть ангелы пересилят смертных. И когда раввины продолжали молитву, она взяла кувшин и скинула его с крыши. Кувшин произвел большой шум. В этот момент раввины прекратили мгновение свою молитву, и душа раби Иегуды отошла в небеса. То есть мы увидим, да, что не всегда следует задерживать душу человека на этой земле. И большинство еврейских источников отобряют этот поступок служанки. Это Вавилонский Талмуд, трактат Ктубот. Рош Лакиш, ближайший друг и напарник раби Яханана, умер. И рабе был в глубокой печали. Кто такое Рош? Глава Дай-Шивы или глава в Синагоге? А рабе был в глубокой печали. Равины сказали, кто пойдет и отлечет его разум от скорби. Пусть пойдет раби Елизар бен Педар. Педар – это значит Федор, да? Чтобы вы поняли. Елизар Федорович. Ибо он умеет сочувствовать. Раби Елизар пошел и сел перед раби Яхананом. Каждый раз, когда раби Яханан говорил свое мнение по кутому просу, раби Елизар произносил. Есть барайта, в которой говорится то же самое. Раби Яханан сказал, «Ты не похож на сына Лакиши». Каждый раз, когда я высказал свое мнение, у сына Лакиши было 24 возражения, на которые мне приходилось давать 24 ответа. Прямо как у меня свечи. На каждое его возражение у меня 24, на каждое моё у него тоже 24. Поэтому мы можем спорить 24 часа в сутки. Это правильно, это по-еврейски. И так расширялось понимание закона. А ты говоришь, есть барайта с таким же мнением. Разве я сам не знаю, что я прав. Он продолжал рвать на себе одежды и плакать, кричать, «Где ты, сын Лакиша?» В конце концов, он потерял разум, равен и молились за него, и он умер. То есть, не всегда наше утешение бывает хорошим, правда? Третья история, которая о смерти в Талмуде, рассказывает тоже Арабия по имени Хони. Хони увидел, как человек сажает кедровое дерево. Вы знаете, кедр, да? Кедр – это сосна, да? И для того, чтобы вырасти до такого состояния, чтобы он плодоносил, нужно несколько десятков, а то и несколько сотен лет. Вы знаете, что раньше в Израиле кедры росли, потом их вырубили, да? Наливали бы строевые кедры. А самые большие кедры – сиквои. Им вот как раз где-то по шесть тысяч лет, да? Возможно, они даже пережили потоп. И вот сажает этот человек. «Сколько лет пройдет, пока у этого дерева появятся плоды?» – спросил он. «Семьдесят», – ответил человек. Хони сказал, «Ну, ты думаешь, что проживешь еще семьдесят лет? Зачем тебе работать над тем, что не принесет тебе никакой пользы?» Человек ответил, «Я пришел в мир, в котором уже росли зрелые кедры, посаженные моими предками. И теперь я сажаю кедр для своих детей». После этого Хони сел, поел хлеба. Потом он задремал. Несколько камней скатились на него, а его не было видно. И спал он семьдесят лет. Знаете, есть всегда сказки таких людей. Как один там, помните, проснулся, американская тоже сказка, как там его звали. Проснулся, там был еще Новый Амстердам, спал, заснул. Потом был Нью-Йорк. Забыл, как его звали. Есть такие случаи, да, случаи? Да, то есть, вот, ну, это легенда, конечно, что он задремал и так проспал семьдесят лет. И проснулся, и увидел, вроде бы, того же человека, срывающего орехи с этого кедра. И Хони спросил ее, «Ты посадил это дерево?» Он ответил, «Нет, я внук этого человека». Хони сказал, «Кажется, я проспал семьдесят лет». Пошел он к себе домой и спросил там, «Жив ли еще сын Хони?» И ему ответили, «Сын нет, но жив еще его внук». И он сказал им, «Я Хони». Они ему не поверили. Он пошел в дом учения, где услышал, как Равин говорит, «Эти законы также ясны нам, как когда-нибудь были ясны во времена Хони». Потому что, когда Хони приходил в дом учения, он разъяснял все непонятные вопросы. И тогда Хони сказал всем им, «Я Хони». Они тоже ему не поверили. И не воздали ему должных почестей, так как приняли его за сумасшедшего. Хони затасковал, молился небесам о милосердии и умер. И Рав сказал, «Это пример правдивости известной пословицы, или друзья, или смерть». Видите. В всех у нас есть свое предназначение. Если мы придем через 70 лет, нас не будут вспоминать и не помнят, где нас погребли, не встречают нас в прежнем жилье. Помните? Ни цветами, ни градом камней. И не помнит никто на земле, что мы счастливы были на ней. То есть, не надо стремиться прожить еще много лет, да? Надо стремиться за те годы, которые нам отпустил Господь, выполнить то предназначение, которое мы можем сделать. И, отметьте, это тоже важно, я вам уже об этом говорил, да? Шульхан Арух, Шульхан Арух говорит так. Если человек близок к смерти, запрещено покидать его, чтобы он не умер один. Быть с человеком в момент его смерти – это заповедь. Это очень важно, да? Потому что, когда человек умирает в одиночестве, он испытывает ужасный страх, ощущение покинности, да? И может тогда он даже, не дай Бог, возрастать на Бога, правда? У нас часто люди умирают в одиночестве, где-нибудь в больнице, сунут его где-то в уголок, и все, и забудут, и он придет. Да. Такой случай тоже у меня был однажды. Вызвали меня. Ну, вот тут, знаете, клюшка называется, клюшка называется здание. Да, значит, в Паверской дивизии. Да, вот как раз в это здание меня вызвали, я врачом был. Работал в 20-й полиоклинике. Прихожу, значит, лето было, там какая-то бабушка-старушка. А это, значит, в понедельник я прихожу, а там лежит, значит, бурщик. Говорит, я спрашиваю, ну, что там такое? Да вот, говорит, в субботу приехала скорая помощь, сказали, чтобы вызвать врача и его не трогать. Я его и не трогал. Ну, там тело кто-то лежит, в общем, закрытое. Когда я открыл это одеяло, то там, я сам видел, в полном, в смысле, самое настоящее, черви вылезли у него из носа и рта. Видите, сказали, чтобы никто не трогал. Вот так умер товарищ Сталин, когда Берия сказал, товарищ Сталин не болеет, товарищ Сталин спит. Вот поэтому существует еврейская традиция, да, сидеть у постели умирающих. Хотя это нет заповеди прямой в Торе, но это в том, что человек должен тоже достойно умирать. Итак, записали, если человек близен к смерти, запрещается покидать его, чтобы он не умер один. Рабий Салантер, о котором мы говорили, рабий израиль Салантер, был болен, и еврейская община наняла ему компаньона. Компаньон был хорошим, простым человеком. Однажды поздней ночью, когда рабий почувствовал, что его смерть близка, он провел последние моменты своей жизни, убеждая компаньона не бояться быть одному в комнате с трупом. Интересно. Рабий был в своей жизни, в своей смерти, да, уговаривал человека не бояться быть в одной комнате с трупом. Вот так человек жил, да, так человек учил, и так человек умер. Ради однодневного младенца можно нарушить шаббат, но ради Давида, царя Израиля, уже умершего, шаббат не может быть нарушен. То есть, любая жизнь даже младенца, которого несколько только часов, да, она важнее, чем Давид, царь умерший. Потому что ради Давида, лучше шаббат можно не нарушать. А, естественно, жизнь младенца в опасности, да. О похоронах мы поговорим позже. Мы сейчас говорили о еврейской мудрости, да, об умирании. Но, все-таки, как вы думаете, что же происходит, когда человек умирает? Ну, а что с духом, душой человека? Что он там делает? Идет сюда. Идет сюда, и идет сюда, да, 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 да. Видите, получается, мы, как говорим, ушел в вечность, да? Говорят, есть в одной церкви такой хор или ансамбль, который называется Вечность. И когда спросили про одну девушку, которая пошла в этот ансамбль работать, она теперь что-то, я не вижу, она ушла в Вечность. Да. Итак, что же такое вечность? Видите? Вечность, когда говорят о вечности, некоторые представляют, что это очень много времени. Понимаете? Очень много времени. Надо какое-то подумать. Ну, например, Амар Хаян, знаменитый певец моря переводится, если с иврита его имя, он был философом, он был астрономом, он с поэтом прекрасным был, да, создал самый точный календарь в мире, точнее всех календарей, да, еще точнее даже того календаря, который мы пользуемся, но так как он еще сложнее, чем еврейский календарь, этот календарь не нашел. Своего применения. И Амар Хаян говорил так. Есть огромная алмазная скала. И раз в тысячу лет маленькая-маленькая птичка прилетает, чтобы почистить свой клювик. Вот она там почистит свой клювик и тут же улетает. Ну, через тысячу лет она прилетает. И вот когда вся эта алмазная скала сотрется, тогда пройдет один миг вечности. Но современная наука говорит, что вечность – это нечто другое, да. Вечность – это нечто другое. В каком мы пространстве живем? В сколько мерном? В четырехмерном пространстве, да. Потому что время – это то же самое свойство пространства. Только для нас оно идет, да, в одном направлении. Но если мы посмотрим с точки зрения пятого пространства, то мы тоже будем находить, да. Вот. И время нам покажется статичным каким-то таким. Вот. Интересно, что когда Иешуа приходил к ученикам, он проходил сквозь закрытые двери, да. Вот. Он мог перемещаться. Помните, он оказался там в Эмаусе, да. Потом вдруг в тот же день оказался в Иерусалиме там, где сидели ученики. Да. Телепортация, телекинез. Видите, когда мы живем, да, вот есть, знаете, такая модель, да, плоскатики. То есть, существа, которые живут в одной плоскости, да. Плоскатики. Вот они, вот эта, если плоскость стола – это их мир, да. И для того, чтобы представить себе вот это измерение, они просто не могут. Ну, разве что теоретически. Вот так они, как Амебе, ползают, да. Вот для того, чтобы пройти с этой части до сюда, они должны совершить очень большую, да. А если мы возьмем и проколем иглой эту точку, то кончик иглы окажется с этой стороны. То есть, нам покажется, что это произошло мгновенно, да. Представьте себе, что ученики Ишуа – плоскатики. Да? Да. А мы с какого-то измерения, которое выше, да, N плюс 1. И мы видим комнату, в котором находятся ученики Ишуа. И дверь здесь закрыта, да. И дверь здесь закрыта. И ходят вот тут плоскатики, ходят тут плоскатики, молятся плоскатики. И вдруг появляется Ишуа. Если бы Ишуа был таким же плоскатиком, дошел бы он до этой двери, покрутился бы и пошел обратно, да. А Ишуа – раз, и переместился в это пространство. Раз, и переместился в это пространство, да. Побыл с ними, они видели от Ишуа только вот кончик моего пальца, да. От Ишуа видели только кончик моего пальца. Пообщался он с ними, раз, и переместился куда-то к небесному Отцу. То есть, обычно так вот считали, знаете, Бог где-то сидит на небесах, да. Бог где-то на втором, на третьем небе, да. Есть множество, да, есть множество разных измерений. Есть некоторые такие размышления об этих измерениях. Представьте себе, что мы живем в четырехмерном пространстве, да. В пятимерном пространстве, где пятое будет измерение время, наше четвертое будет стабильно, да. Бог может создать, Бог бесконечен, поэтому может создать n-мерное пространство, где n равно бесконечности, да. Но, если Бог создает пространство, где n равно бесконечности, следовательно, сам Бог, по крайней мере, n плюс один, да. n плюс один, то есть больше бесконечности. Есть еще другие размышления. Вы знаете, что сама идея множественности миров, да, это взято... Вы считали фантастов, да, разных? Вот сама идея множественных миров, она взята из Талмуда, да. Из, даже не из Талмуда, а из Кабалы, да. Из Кабалы существует десять сферот. Ну, сфера – это не сфера, а сифра, число. Десять сферот. Некоторые говорят, что их существует в позитивном смысле десять сферот. И еще сфероты, как говорится, потустороннего царства, да, где земля занимает вот какую-то... Некоторые говорят, что она занимает из этих десяти седьмую сферу, да. Поэтому говорят, до седьмого неба, где присутствие Божие. Павел говорил о скольких пространствах? Да, по крайней мере, о трех, да. То есть, что мы, да, здесь находимся, да, небеса, и небеса – небес. И небеса мы не знаем, это является ли еще одним измерением пространства, то есть 4 плюс 1 – 5, а то еще 6 получается, да. Либо это говорится о физических небесах. Потому что есть земное, да, небесное и преисподнее. И земное, небесное и преисподнее, оно просто соприкасается какими-то точками соприкосновения, да. Ну вот мы, например, можем видеть живые существа такого потустороннего мира, как мы говорим, в виде каких-то призраков или бесплотных тел. Физик Савченко, киевский физик Савченко, не знаю, живой он сейчас или нет, но он составлял во времена Чернобыля доклад для МАГАТЭ. И сделал такие потрясающие выводы, что его доклад сразу спрятали в сейф. И больше не показывали, а публиковали только в одном научно-фантастическом романе, как научную фантастику. Ну, короче, он подсчитал вероятность того, что не произошел такой ядерный взрыв, который бы составил воронку 500 километров, и чтобы ничего не живого, живого не осталось бы до широте Ленинграда, да, до Ленинграда. Это вот эта вероятность, в которой мы живем, она вообще настолько ничтожна, что невообразимо мала. И он прямо говорит в своем докладе, что это и есть подтверждение существования Бога. Видите, когда мы говорим о числе Пи, оно 3 и 14 сотых. Вот эти 14 сотых, это есть пробой в другое пространство, в другое измерение. Поэтому, возможно, есть перемещение времени. Во крайней мере, Каббала, она утверждает, что такое возможно. Нет доказательства, что такое невозможно. Да, вот мы живем, весь этот мир колеблется. Весь этот мир колеблется. Это нулевое колебание вакуума. Да, вот здесь появляется, а здесь исчезает. Помните, мы говорили, с определенной частотой. Миллиарды, миллиарды там эти, герц, чего-то. То есть не существует, вот как кадры фильма, не существует движения. Весь мир разрушается, исчезает и потом опять возникает. И можно создать мир, сдвинутый по фазе относительно этого мира. И так далее. Сдвинутый по фазе относительно этого мира. Если вот эти фазы приближаются друг к другу, мы можем видеть существа этого мира в виде таких вот силуэтов, да? Или каких-то объектов. Если пересекаются, то мы можем вступить в контакт. То есть если происходит сдвиг по фазе времени вот этого четвертого пространства, измерения пространства, которое нам мало что известно, да? Вот такие призраки и так далее. То, что мы видим, это может быть тоже вот типа пробоев этого пространства. Вы знаете, очень интересные вещи. Что там говорить про эти НЛО? У нас эти НЛО летают чуть ли не на каждом служении. Вы знаете, летают прямо в церкви. Вот вам, Элитина Иванович, может показать, вы попросите у него, да? Когда молятся усиленные люди, когда молятся усиленные люди в духе, то возникают какие-то сгустки энергии, которые мы не видим, но которые видны на фотографии. Вот. И иногда это может быть видно, даже настолько энергия достигает такого же потенциала, потому что мы видим не во всех спектрах, да, а спектр фотографии, которые она воспринимает шире, да? И поэтому мы можем прямо-таки увидеть вот такие сгустки энергии, летающие во время служения, да? Да. Может быть, так вот ангелы могут представляться, если из пятого измерения, да? А если ангел предстает в нашем видении, да, мы можем один человек видеть, а может иногда и много людей видеть одно и то же видение, да? То есть это реальность. Это реальность, доказанная наукой. Говорить о том, что это все выдумки, могли только ограниченные люди где-то середины 20 века, да? Хорошо. Продолжим? Угу. Редактор субтитров А.Семкин